Динамо-Газпром Белоголубые в сухую завершили свой четвертьфинал против Норникеля, а вот Газпрома для того, чтобы пробиться в следующий раунд, потребовались все пять матчей. По стартовому отрезку отчетные встречи заметны. Динамовцы свежее. Их козырь – быстрая игра и постоянный прессинг. Несмотря на это, счет открыли все-таки гости. Робинью совершил передачу через всю площадку, затем белоголубые ошиблись в своей зоне, а капитан Югорцев Александр Копейткин идеально сыграл на опережение и сделал выверенную передачу на Чистополова. Павел не стал выполнять удар на силу, а сработал в этом эпизоде напротив, очень тонко. Кстати, для Чистополова это десятый мяч в сезоне. Тина Перес взял тайм-аут и тут же хозяева сравняли счет. Фернандиньо подтвердил статус лучшего бомбардира команды. Бразилец выскочил перед Робинью и переправил мяч в ворота Газпрома головой. Отметим в этом эпизоде красивый пас Нандо. Когда мяч отыгрывается быстро, это психологически здорово сказывается на команде. 1-1, перерыв. У нас было, по ходу игры, несколько хороших игровых моментов, которые мы не реализовали. И, понимая, что эта команда Динамо обладает высоким техническим и тактическим способом, эти возможности, которые возникли, конечно, имели очень большое значение. И, на моем взгляд, это произошло. И так и получилось, да, дальше. На старте второго тайма Тату здорово доставил мяч на Фернандиньо, и бразилец забил свой 22-й гол в сезоне. Практически из такой же позиции, как и первый. Фернандиньо, выражаясь футбольным термином, отвалился для приема диагонального паса и четко в одно касание переправил мяч в ворота. 2-1. Динамовцы продолжают прессинговать, и Тату заставил Чистополова ошибиться в своей зоне. Павел в данном эпизоде излишне взял игру на себя, а Тату искусно подработал мяч и в одно касание пробил в ближний угол. У Купатадзе шансов парировать удар не было. 3-1. Белоголубые во втором тайме смотрелись мощнее, но увеличить преимущество хозяевам удалось не сразу. Сначала газовик Катата проявил индивидуальное мастерство и сократил отставание до одного мяча. Далее гости выпускают пятого полевого, и динамец Фернандиньо воспользовался возможностью забить свой очередной мяч. 4-2 в пользу хозяев, а бразилец оформляет хет-трик. Очень сложная игра. Мы справились, смогли выстоять, смогли построить нашу оборону. Надеюсь, мы должны сегодня забыть эту игру, потому что завтра, возможно, они подберут какие-то другие ключи к нашей обороне, к нашей тактике, и нам придется работать снова. Экстренный тайм-аут берет Милтиньо, и его подопечные усилиями Рабинио вновь сокращают отставание до минимума. Лидер «Газпрома» в этом эпизоде буквально прошил Горагулю. Тут же берет минуту на размышления и Тина Перас. «Газпром» все силы бросает нападение, а про оборону забывает. Батридинов, Серила и Рахимов в быстрой атаке организовывают гол. 5-3. Югорцы продолжают играть с вратарем Гонялой, и Ромало забивает в пустые ворота, устанавливая окончательный счет в матче. 6-3. Победа «Динамо». Во многом игра получилась очень равной, и результат сложился именно в последние минуты. Нам больше везло в отдельных эпизодах. Надо также отметить, что вратари провели замечательный матч. И, в принципе, чаша веслов могла остановиться в пользу соперника, и этого нам следует опасаться. Следующий матч в паре «Динамо» «Газпром» «Югра» состоится во вторник. Александр Бодров специально для Ассоциации мини-футбола России. И второй матч в паре «Динамо» «Газпром» «Югра» получился сверхнапряженным с максимальной интригой. Встречи между этими командами уже давно вошли в категорию супер принципиальных. В отличие от первой игры, счет открыли динамовцы. Восстановившийся после травм Александр Фукин обыграл двух югорских защитников, чуть было не потерял мяч, но на помощь незамедлительно пришел Владислав Шаяхметов и расстрелял ворота «Звияда Купатадзе» 1-0. Красивый гол. Все чаще и чаще в исполнении Шаяхметова мы видим вот такие мощные удары. «Газовики» играли первым номером, чаще прессинговали в одном из эпизодов «Капитан Гостей» Александр Копейкин со штрафного удара попал в штангу и чуть перекладину ворот «Динамо» не сломал. «Белоголубые» в обороне отсиживаться явно не собирались. В поле югорчан посыпались градом, но последующие два 10-метровых в исполнении Шаяхметова и Фукина плодов для хозяев не принесли. Лишь удар «Ромула» огорчил вратаря 2-0. Тут же «Динамовцы» бросились в контратаку. «Ромула» пасовал на Фернандиньо, а «Бразилец» Абанов-Гончарова развернулся и забил 3-0. За минуту до перерыва Лима получил длинную передачу от Робиньо, развернулся и отквитал один мяч. Хочу поздравить свою команду с победой. Победа далась нелегко. Стоит отметить, что игра разделилась на две половины. В первом тайме мы выглядели достаточно уверенно. Игра у нас получалась во втором тайме. Мы отдали инициативу. И, как известно, детали в спорте решают многое. Именно сегодняшняя игра решена была за счет деталей. Сократить преимущество подопечной Милтине удалось на 34-й минуте. Катата продавил двоих игроков «Динамо», но сам забить не сумел. Первым на добивании оказался Лысков 3-2. Интрига закрутилась с новой силой. А подзану из второго тайма, когда финальная сирена оставалась всего лишь минута с небольшим, югорчане сравняли счет. Геннадий Горогуля попросту подарил голу сопернику, отдав не точно пас сирила. Эдер Лима грамотно воспользовался ситуацией и в подкате вернул мяч Рабиню. Новоиспеченный россиянин не промахнулся 3-3. Казалось, газовики, вдохновленные успехом, пойдут дальше и забьют. Но сказалось мастерство хозяев. В первой дополнительной пятиминутке мастерский сыграл Тату и прокинул мяч между ног Кубатадзе. В последние пять минут игрового времени капитан «Динамо» Александр Рахимов забил в пустые ворота и убил интригу в матче. Сложная игра с классной командой, но мы смогли, я думаю, потому что наша сплоченность была выше и мы смогли противостоять такому сильному сопернику. С командным духом и у «Газпрома» все в порядке. Молодой югорский футболист Ильнур Исламов забил и установил окончательный счет в матче 5-4 в пользу «Динамо». Но зная, как удачно играют югорцы дома, «Динамо» вцам на выезде будет не сладко. Третий, если понадобится четвертый матч в этой паре, состоятся 26-27 мая в Югорске. Смотрите трансляции на сайте АМФР. Это был последний шанс для Югорска попытаться обыграть «Динамо» в полуфинале и продолжить борьбу за выход в финал. И начался матч для хозяев весьма неплохо. На пятой минуте Павел Чистополов хлестко пробил с острого угла и вратарь гостей Алексей Попов пропустил первый гол. 1-0. Впрочем, еще до перерыва гости не только отыгрались, но и забили еще три мяча, которые, казалось, гарантировали «Динамо» спокойную жизнь во втором тайме. С 9 по 23 минуты у белоголубых отличились Ромула, Фернандинио, Тату и Рахимов. Забивали по-разному, но стремились к одному результату. 4-1 в пользу гостей. Гол Лимы на последней минуте подарил хозяевам надежду на камбэк во второй половине встречи, но чувство это было призрачным. Тем не менее, 2-4. Вполне естественно, что периодически в качестве пятого полевого югорчане подключали к атакам Звяда Купатадзе или Александр Копейкин в майке вратаря Гонялы менял штатного кипера «Газпрома». Этот ход приносил дивиденды с переменным успехом. Бывало забивали, бывало пропускали. В итоге к 44-й минуте Югорск проигрывал уже с катастрофическим счетом 3-6. На гол Кататы Москва ответила дублем Фернандинио. И здесь буквально в течение 15 секунд хозяева свели преимущество «Динамо» к минимальному. Лысков и Гончаров на 46-й минуте забили по мячу, и счет стал всего 6-5 в пользу москвичей. Был шанс сравнять счет и перевести игру в овертайм, но где-то не повезло, где-то хорош был вратарь соперника. Итог матча – победа «Динамо». Югорск – очень хорошая команда игра, поэтому настраивались на последний бой. Очень удачно, что так получилось, что мы выиграли. Но судя по тому, как матч складывался, что первый, второй и третий матч как туда, так и сюда мог слониться результат. Итак, белоголубые вышли в финал. Только за счет каких-то деталей нам удалось вырвать победу. И нам стоило огромной работы пройти следующий этап. И хочу, конечно же, поздравить своих ребят, потому что снова у нас появляется возможность сыграть в финале. И тем ценнее эта возможность, что мы прошли команду нашего же уровня и достойной борьбы. Для нас это, конечно, был горький урок, мы потерпели поражение. И, конечно, это худшая форма, извлекать уроки, когда вы терпите поражение. И это было бы, что у нас 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 было бы. Мы могли сыграть гораздо лучше. Но, infelizmente, это было бы, что у нас было бы. Но, к сожалению, мы учимся на своих поражениях. И, что касается игроков нашей команды, кто-то быстрее усваивает такие уроки, кто-то медленнее. И теперь нам надо, образно говоря, собирать осколки разбившегося кувшина и готовиться к следующим играм. «Газпром Югра» продолжает борьбу за медали, но только бронзовые. Андрей Сьюткин, Югорск. Специально для Ассоциации мини-футбола России.